Ну чё, ребятишки, готовы въёбывать? Тогда поехали. Ещё раз такое улыбну. Чё, как-то, я в фокусе, да? Металл, блядь, рука, блядь. А ты не охуел ли, как я со мной? Я тебя на запчасти разберу. Да, в качестве топинга, что-нибудь термоядерное. Опа, погнали, нахуй. Цель достигнута, нахуй. Здоровченько. Ой, блядь, я чё-то давненько не записывал. 30 мая, 11 часов. Всё, у меня завтрак, крайний рабочий день, всё, и отпуск, нахуй, там, почти 3 недели. Ещё на пару ночей работы, и всё, можно выкатываться. Опять же, чё-то коротко, чё тут произошло. Я же вот как вот после того, как батку-то в рукав упаковал, вот он, я там, ну, обнаружил... А, ну вы видели нарезочку, или какой-то, блядь, доктор смерти диагностировал аккумулятор. Ну вот, я там обнаружил утечка, была на пруги. И всё, всё, не утечит, ни хуя, то есть, упаковал сразу же эту батку обратно. Ну и всё потом, в сумку это всё дело с контроллером повозился. И, опа, пришлось убрать отсюда этот разъём и понижайку. Видите, я вон у себя нашёл такую же ткань. И изнутри, и снаружи пришлось здесь на армированный герметик, и цианкрилат здесь дырку заделал. Ну, вроде задел. Ну и кнопку, ну вот там же была кнопка от этой платки, я её тоже убрал, задел. Первый раз-то в сумку это всё, ну, в сумку упаковал, засунул. А она не вылезала, то есть, нос сумки не здесь топорился, блядь, а где-то вот здесь. И, соответственно, у меня места для контроллера там не было, потому что сумка была не здесь, грубо говоря, середина, а вот тут. Ну и всё, то есть, она у меня была прямо буквально во весь треугольник. А здесь было вот пусто. И всё, контроллер, всё уже хуй. Я отвыяснил, из-за чего пришлось это всё убрать, понижайку эту убрать, ну и всё, блядь, заделась дырки. Обратно всё вопоткнул, всё, блядь, врезал, и контроллер, и всё. Вот он, кстати, вот так я решил выкрутиться. Ну и вчера так с проводкой повозился, да. Она вся у меня влезла вовнутрь, абсолютно вся снаружи. А остаются только провода, которые идут на движок. Это три фазы, и вот этих вот шесть, которые идут на питание, на спид-тесты, на холлы. А всё остальное, вообще абсолютно всё, оно вошло вот вовнутрь. Отдельный выпустил это видик по датчикам тормозов. Ну то есть, внешние датчики тормозов для электровела. Как их можно придрочить к гидравлическим этим тормозным ручкам? А вот уже допиленный сам датчик, этот геркон. Ну, провода от которого идут в контроллер, ну и магнит, разумеется. В камеры залить герметик. Я купил там какую-то штуку, она ещё даже не распакованная. Ну короче, здесь герметик типа для камер, там для бескамерных шин. В камеры прямо заливается, и типа при проколе он через дырку выливается, чуть-чуть застывает, и в принципе, ну и типа вы как бы прокол устраняете просто автоматом. Ну если вкратце, то вот, что грубо говоря, там за 8-10 минут уложился. Субтитры сделал DimaTorzok Охуел, блядь, чё вот я вот на вот это всё вот, чтобы это всё скомпоновать, я чё получается? Два вечера и две ночи убил. Ну короче, блядь, полноценно две ночи я на это убил, блядь. Ну действительно, без вот таких оплёток всё красивое и плотно, жёсткое не протянете. Такие вот оплётки неоновые, вы могли их видеть, типа на дорогих блоках питания для ПК. Такие вот оплётки, ну типа в них там провода идут, они разного диаметра есть, там такие, 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 то есть они расширяются ещё. Просто куча чёрных сяжек, которые в принципе-то не видно. Всё сливается, потому что всё чёрное. Секретка тут вот снизу тоже работает. На ДПш встаёт. Тормоза, датчики работают. Подробный обзор конкретно, это я буду уже делать отдельный такой ролик. Ну и одновременно итог, там уже подведу, сколько по времени это у меня за него, то есть сколько длился проект и сколько бабок я вложил. Блядь, мне тут ещё аквариум, блядь, прямо по курсу. Я, я вот так вот, конечно, когда проверяю, я, мне пиздец, очко сжимается до уровня атома. Ну всё равно очко играет, если я туда врежусь. Всё. Оп. Всё, без ключика. И как вы тут что-то будете, блядь, отмычками ковырять стоять, потому что здесь вся проводка, она там очень глубоко там всё это спрятана. Ну нереально вообще туда добраться. Здесь только вот раз входит вот коса. И по сути справа коса туда в сумку входит и слева. То есть, видите, вообще ничего не цепляет, здесь ещё вон какое, блядь, расстояние. Контроллер, всё, он спрятан. Контроллер снаружи, что охуенно будет, обдуваться будет ветерком. Тогда сейчас, наверное, зайду в инженерное меню, в лсидишку и вот эти вот параметры вобью туда. Ладно, что-то тогда пока что на связи. Моя охуительная запатентованная трусовая система, да? Ну вот это вот. Ну всё, я вроде настройки потыкал, вроде оптимальные записал. Такие вот, типа скринти. Но опять же, вот это все настройки, это для движка вот МКСУС на 500 ватт, 48 вольт. Ну типа в номинале. И они здесь выстроены таким-то образом, чтобы весь сок выжимать из движка. И таким-то образом, чтобы курок газово сработал независимо от всего. То есть просто газ и газ, типа вот ты жмёшь его и он пидорит, независимо. А то реально там, может быть, паз стоит ноль, я там тихонько кручу педальки, а тут хуяк там какая-нибудь псина вылетает. То есть, и что я там буду, блин, паз там на однёрку переключать или ещё что-то? Не, я просто курочек втоплю и улечу от этой псины. Ну и паз вроде как, выстрел там блядь выдавал. Здесь отдельно настраивается чувствительность и отдельно настраивается эту мощность подачи тока во время этого паза. Вот, с параметром P5, вообще, ну, это, блядь, это, блядь, просто какая-то рулетка. P5, это вот эта вот графическая индикация батареи, которая у вас в верхнем левом углу на LCD-шке. Там, блядь, вот на моей версии, там цифры от 0 до 65, то есть, вот, 65. Ну, а так все, чем, блядь, работает. Ну, конечно, в воздухе паз не чувствуется. Паз 0 стоит, видите, не работает, и так, и так не работает. Теперь, по крайней мере, это адекватно. Если паз 0, то все, у вас, ну, как бы, ассистент не работает. Но при этом газ, газ, он, он независимый, он автономный. Газ, он работает всегда. Вот, допустим, вот, паз 1. Смотри, блядь, чувствительность у него хорошая. Я педали останавливаю, и он через секунду движок отключает. Или, наоборот, я начинаю вращать, он через секунду включает его. В принципе, все, охуенно, все. Паша, сейчас тогда займусь. Мне же шлемак тоже пришел с тремя визорами, с габариткой на затылок. За 2 С700, однако, взял на Озоне. Я, как бы, не дауничь, там, чтобы там за 5 кусков шлем брать. Нахуй, ну, надо. Вот, вот такая вот штука, я что-то не показал. Ну, где-то в заднее, где-то, где-то 200, в переднее 100. Ну, так вот, плюс-минус. Все, я их сейчас набил, их по 3 барах каждый. И все, сейчас они у меня стоят вот так вот, крутятся. Центробежная сила распределит, гермитос по стенкам камеры, в принципе-то, и все. О, пацаны, все, я поехал оттеститься, нахуй. Все, я подсобрался. Шлемак мешает. Мощь! Все, это вообще все, что мог отрегулировать. Ну, я с собой там взял чутка инструмента, чтобы там, если что, там, седуху, типа, ну, высоту подрегулировать. Там, может, пружину, может, там, какие-то ручки. Ну, так я, в принципе, на балконе на нем так попрыгал, посидел. Вроде отрегулируем. Думаю, до встречи, посмотрим. О, ребята, ребятишки. Все, я сейчас прокатился, я где-то, ну, где-то 20, там, 23 проехал. Ну, у меня здесь просто есть в городе такой райончик, там частные дома, там нет асфальта, там все перекопано, нахуй. И там много-много этих подъемов, на которых я умирал, там, блядь, с пульсом 190, там, блядь, 200 в свое время. А на этом вообще за 10 секунд пролетается. Если так, вкратце, потому что подробно я сейчас буду ролик снимать, ну, обзор на этот байк, обзор с подведением итогов. Если коротко, то, ну, короче, это что-то типа мотоцикла с автоматической коробкой передач, блядь. Я не знаю, как ощущения описать. Короче, газом пользоваться нахуй вообще не надо, он не нужен. Ну, вот так вот. Это не самокат. Здесь газ реально не нужен. То есть я вот, ну, вот сейчас сколько катал, и на асфальте я врубаю этот, блядь, ассистент 4-5. Блядь, где-то на бездорожье двойку или тройку включаю, где много людей, однерку. И все, то есть ты, блядь, педальки крутишь, и такой приятный толчок такой за сзади, такой бшшшш. Все, и ты разгоняешься. Тут монетку просто приходится дрочить вообще неимоверно, потому что, ну, ты скорость быстро набираешь, и пиздец у тебя, блядь, педали прокручиваются. Приходится ее дрочить, то есть цепи туда-сюда скидывать. Ну, в целом, да. Кстати, я на пассе просто сейчас езжу, у меня потребление 300-400 ватт, то есть вообще ни о чем. При этом он пидорит неимоверно. А в какую-нибудь очень крутую горку на полном газу он даже меньше киловатта потребляет. То есть вообще, то есть я контроллер взял, что-то, ну, уж через чур с запасом, то есть мне здесь вообще нереально. Не знаю, ну, блядь, из него там 1200-1300 ватт из него выжить, по-моему, вообще нереально. А так вот если по ровному асфальту с выключенным ассистентом на полном газу, 50 он набирает стабильно. Притом он, ну, секунд за 6 где-то, за 7 он полтинник набирает. Это с учетом, что у меня батарея 14С. Чем больше вкладываешь, тем больше получаешь. Оно, в принципе, это аксиома, она везде работает. На этом можно этот проект заканчивать. В принципе, смотрите видос. Я думаю, я, ну, вот сейчас отдельный ролик такой с обзорчиком запишу. Всем удачи, развивайтесь. Выпинывайте свои и чужие жопы с диванов. Расстрясайте этот жир. Ходите, качайтесь интеллектуально и физически. И будет вам профит. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Он тут через трафаретик такой, типа, черепок нарисовал. Какой-то флюоресцентной краской. Сейчас посмотрим, реально ли светится. Это тупо ткань. Нихуя вообще нормал. Ночью так вот едешь прикольно. Бля. Здесь, блин, свет с квартиры тут. На этой стороне плохо видно. Хотя не. Ха-ха-ха, заебись. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все я сказал.